Своими глазами увидеть самый секретный в России самолет изнутри, посидеть в кресле президента и пообщаться с главой государства. Все это сегодня успел 15-летний школьник Арслан Каипкулов из Башкирской глубинки. Заветное желание подростка снять документальный фильм про борт номер один исполнил Владимир Путин. Президент принял участие в волонтерском проекте «Мечтай со мной». Репортаж Дениса Давыдова. Самолеты первых лиц страны под круглосуточной охраной. Проход строго ограничен. Вот журналисты кремлевского пула не могут подняться по трапу. Но добро пожаловать, говорят 15-летнему школьнику. Арслан Каипкулов мечтал попасть на борт номер один. Он сам много и часто летает на лечение в Москву. Сейчас находюсь в кресле Владимира Владимировича Путина. Это конференц-зал. Сзади меня герб России. Арслан в переводе с башкирского «Лев». Этот мальчик мужественно борется с редкой болезнью. Нет иммунитета, но есть желание полноценно жить. Учит английский, ходит в кружок журналиста. Он и в самолет-то просился, чтобы репортаж снять. Здесь просто гардеробная небольшая. И дальше у нас конференц-зал. Это первый в России ребенок с диагнозом первичный иммунодефицит. Таких больных и в мире немного. Лечение дорогое. Миллионы рублей в год. Семье помогают фонды и волонтеры. Можно картинку снять? Картинки давай я на телефон сниму. С волонтерами школьник и поделился мечтой. Владимир Путин увидел обращение и сразу все разрешил. Экипаж для гостя накрыл президентский стол. Сервис на высоте. Еще и подарки к Новому году. Но Арслану не до них. Внимательно изучает переговорную комнату. Салон для сопровождающих президента. Показали каждый уголок воздушной резиденции. Но здесь все по-взрослому. И снимать можно не везде. Мальчик понимает. Здесь же на трапе Арслан делится свистями первыми впечатлениями. Ну и как первые ощущения, первые впечатления? Ну хорошо. Я успел с вами один самолет, когда он слетал. Вадим поздновато, но успел. День чудес на этом не заканчивается. Мальчика с мамой приглашают в правительственный терминал аэропорта Внуково. Комната спецсвязи. Будет звонить президент. Ну как твои дела? Ну отлично. Спасибо, что просили. У тебя там чаем напоели, да? Да. Было вкусно. Вкусно? То есть перекусил, можно сказать? Да. Ну ладно. А ты хотел сделать что? Репортаж, ролик снять? Что ты сделал? Я собирался снять такой сюжет небольшой. Ваш самолет. Ну и чего, получилось? Да. Знаешь что? Мне кажется, что интересно было бы проехаться по предпраздничной предновогодней Москве. Хотел бы ты это сделать? Да. Давай, я попрошу своих коллег, они организуют эту экскурсию. Хорошо? Спасибо, да. Мама далеко? Здравствуйте. Как у вас идет экскурсия? Все отлично, спасибо большое. Очень много впечатлений. Ну и слава богу. Я желаю вам хорошего Нового года и Рождества потом. Я занимаюсь вязанием и перед этой поездкой я вам связала шарфик теплый. Как-то можно будет вам его передать? Конечно, шарфик с удовольствием. Это подарок от нашей семьи вам к Новому году. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Мне очень приятно. С наступающим Новым годом вас. Я вся собралась, чтобы не расплакаться, потому что мы женщины, народ такой. Переживала сейчас немного? Да, селится колодец. Тот самый шарф, который так заботливо вязала в торопях, мама передает охране президента. Просит передать лично в руки. Старалась. Обыкновенный шарфик теплый. А довольный сын никак не отойдет от телефона. Не верится, ведь мечта сбылась с перевыполнением плана. И в президентском самолете побывал, и с главным пассажиром поговорил. О чем же он теперь мечтает? Есть еще что-то такое ох-ох-ох, чтобы ты загадал? Поделишься или нет? Это желание, он будет начнется говорить. От себя желаем Арслану только здоровья в наступающем году. Денис Давыдов, Михаил Девяткин, Егор Долинский, Илья Баев и Юлия Брилева. Вести.